Привет всем, кто смотрит это мое видео. Зовут меня Лидия. В прошлом я уже рассказывала о системе судов у нас в Российской Федерации. И теперь пришла, наверное, очередь рассказать еще и о такой структуре, как прокуратура, в которой я проработала ровно 30 лет и 24 дня. Так вот, закончив университет в Красноярске, тогда еще только-только на дневное отделение набирали студентов. Раньше это был филиал, так сказать, Томского университета. Приезжали преподаватели из Томского университета читать лекции учащимся, ну студентами и заочниками тогда. Да, поэтому я, так сказать, наш курс был вторым, так сказать, набором на очное отделение. В свое время еще мой муж, закончивший Томский университет, старейший в Сибири, так по-доброму подшучивал надо мной, что вот училась в этом Красноярском университете, у вас там один профессор сего и только семейного права, вот. Я говорю, что? Цыплят по оси не считай, давай посмотрим, кто ты, где ты трудишься и как трудишься, где я и чего я стою. Поэтому лично я считаю, что какой бы у вас ты ни закончил, как бы ты ни закончил, это все-таки никак не дает никаких тебе гарантий, что действительно ты будешь работать с полной отдачей, достигнешь каких-то целей, хотя, в принципе-то я никаких целей перед собой не ставила, я никогда не хотела быть прокурором, боже упаси. Это мальчик для бития, потому что какая бы проверка в стоящей прокуратуре ни проводилась, как бы ты там ни упахивался, что бы ты там ни делал, хоть живешь ты там в прокуратуре, все равно ты, так сказать, дурак, бездельник, и доброго слова тебе никто никогда не скажет. Так вот, значит, когда я заканчивала университет, для нее уже выпустились мы с дипломом, настало пора распределения, так называемого. Раньше по собственной воле, кстати, ты не вправе был, закончил учебу и поехал куда-то, пошел работать, куда-то тебя душа зовет, увы, нет, только по распределению. Ну и, соответственно, если мы юристы, то, как бы, ну хотя бы по Красноярскому краю, значит, ну как в армии, так сказать, покупатели, сколько, куда призыв, в такие войска, в всякие, и пятые, и десятые приезжают, набирают соответствующее число. Так и здесь тоже, видимо, располагала вот эта вот комиссия определенным набором потребностей, куда нас направить. Это, значит, юрисконсульты, нотариусы могут быть, милиция, прокуратура в оконцовке. Ну, судей, конечно, не исключают, как я уже говорила, только с пятилетним юридическим стажем можно было как-то, чтобы тебя назначили судьи. Ну и по престижности в то наше время, в 76-м году, будем так говорить, по престижности, где бы желалось работать. И юрисконсульты, фу, какая гадость, какая скукота, фу, нотариус, боже упаси, вообще, что-то, 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 что-то. Милиция, ну, о милиции было, и есть мнение весьма невысокое, увы. Поэтому милицию как бы уже по остаточному принципу, если некуда деваться. Ну и, соответственно, самая престижная, конечно, где хотелось бы служить, это, конечно, прокуратура. И в то время, в те времена, я, соответственно, могу вам сказать, что настолько вот прокуратура чтилась с населением, вот буквально с любым вопросом, вот с любым вопросом, что бы ни случилось, все это верили, что пойдешь в прокурор, он непременно поможет, накажет, так сказать, восстановить справедливость и так далее. В конце концов, говорю, как-то мой прокурор в районном центре, он уже вам запил, говорит, сил нет никаких, идут и идут, прием граждан, это святое, идут и идут уже, вплоть до того, что придут спросить бабушка какая-нибудь, как горшок выносить, вот за эту ручку взять, или вот за эту ручку взять, и ты ей должен разъяснить. Ну, вот такие шутки. Действительно, нескончаемым потоком и на личном приеме, и письменно, жалобы, и заявления, все это, конечно, во главу угла работы прокурора ставилась всегда, самое основное. Ну, поскольку балл у меня был достаточно высокий по диплому, то я, так сказать, в первых рядах шла на распределение, куда. И, соответственно, конечно же, я пожелала работать в прокуратуре. Мы направили в распоряжение Крайовой прокуратуры, потому что работников прокуратуры не в районном центре или в городе там прокуратура, не там принимают на работу всех оперативных работников, а только вот выстоящие. Ну, вот, если на Вескрайке, Красноярка, Крайвая прокуратура, она принимает на работу, переводит, увольняет и так далее и тому подобное. Вот на местах в городе, в районе прокурор дано право принимать на работу только вот техничку, секретаршу, водителя. Все на этом. Всех оперативных работников только через Крайовые областные республиканские прокуратуры. Ну, вот и бедненько я пришла в Крайовую прокуратуру, куда ж меня распределяют. Я, может, надеялась, что сама я родом с Минусинска, может, куда-нибудь сюда меня направят. Ну, увы. Увы, ах, направили меня в районный центр со смешным названием «Козулька». Ну, думаю, ладно. Требовалось отработать по тем временам три года. Три года отработал, потом уже вали, куда хочешь. Отдал долг, так сказать, за то, что тебе образование бесплатно тебя обучали. Вот и все. Думаю, ладно, три года как-нибудь уже потерплю, ну, а потом уже видно будет. Ну, потерплю. Эти три года вылились в десять. И то только потому, что личные обстоятельства вынудили покинуть Ону. И не потому, что там уж распрекрасненько так было. Ну, видимо, я вот такой рациональный человек, я по знаку Зодиака Козерог, поэтому я такой приземленный, консервативный, не люблю никаких-то изменений. Кстати, как нервная речка, куда меня посадили, там я и сижу, и только уже какие-то экстремальные обстоятельства могут переехать. Поэтому я бы хотела что? Я бы хотела рассказать о коллективах, в которых я работала, доводилась мне. Всего я вот за 300 лет сменила три коллектива. Как я рассказала, в районной прокуратуре сразу после распределения 10 лет отработала. Потом вынуждены были переехать с семьей. Гостебаканский район сюда, на юг края. Район, конечно, больше гораздо. Можно сказать, огромный район, потому что на его территории из рягорода целого. В том числе я была в Сунисене, тогда была область автономная. Вот. Ну, здесь я не так уж много. В 20 лишних годах только поработала. И потом меня пригласили уже работать в областную прокуратуру. И сейчас она республиканская прокуратура. Так вот. Приехала. Да, вот послали меня отдают. Поехала я солнцем по Лиме. Правда, недалеко от Крымого центра, всего 120 километров, железнодорожный транспорт. Там станции для Лимы все эти ветки идут. Поэтому, как бы, все это станции, 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 станции железнодорожные. Поэтому электрички поездают. Нет проблем. Чик, через 40 минут ты уже в Крымом центре. Если нужна тебе пришла развеяться, так сказать, от района этой рутины. Ну, развеиваться не досуг было. Потому что штата оперативных всего прокурор, помощник прокурора и следователь. Все. Зачастую, вот, бывает, что еще в районах и вообще помощников нет. Только прокурор и следователь. А то бывает и вообще один прокурор. Через года полтора, наверное, у меня сменился прокурор, приехал. Ну, о первом, нечего мне сказать так особо. Приехал, он на Крайнем Севере служил в прокуратуре лет, наверное, шесть. Работал там. Это Венгийский национальный округ, районный центр. Это буквально там население, наверное, тысячи даже не превышает. А в самом... Ну, а район, естественно, сами понимаете, тундра кругом, районный север. Поэтому расстояние огромнейшее между стойбищами и прочими делами. И только вертолеты можно долететь. Погода, как правило, не летная. Ну, свои там сложности были. В то время централизованно, естественно, собрались все прокуратуры, литературы. То есть, всеми сборниками законодательных актов, это непременно, поэтому... А их масса, масса всяких, не только, так сказать, высший орган законодательной власти, был Верховный Совет, ну, Союза тогда, было и Россия. Поэтому, так сказать, шкафы полностью застали вот такими вот фолиантами, сборниками различных законодательных актов. Поэтому, кто такой помощник? Ну, следователь говорить не буду, это только помощник прокурора. Это такой же прокурор, единственное, то есть, он обладает всеми правами, он проводит проверки, принимает граждан, разрешает жалобы, поддерживает обвинения в суде или дает заключения по гражданским делам и так далее, и тому подобное. То есть, он проводит всю работу, которая положена прокурору, но... Но, он только не подписывает документы прокурорского реагирования. Это подписывает только... Помощник готовит, проверку провел, заканчивается... Обычно проверка, ну, должно, по крайней мере, так быть, мерами прокурорского реагирования, как это называется. То есть, это либо представление, а что нарушение должно быть, это тут, безусловно, землю рой, как специалистов привлекай, но если ты проводишь какую-то проверку в том или ином направлении, будь то, там, трудовое законодательство, техника безопасности, там, соблюдение строительных норм и правил, и так далее, и тому подобное, непременно, значит, нужно выявить нарушения ужасные такие, не просто мелкие, ужасные, требующие прокурорского вмешательства, и внести представление об устранении оных нарушений, либо протест принести, протест это направленное, на требование отменить какое-то законодательное, ну, будь то, даже приказ на предприятие, и так далее, он требует, так сказать, опротестования, значит, прокурор вносит протест, и этот незаконно должен быть отменен, ну, по крайней мере, в течение этих дней рассматривают, могут отменить, могут и нет, но в те времена, как-то, никто не осмеливался бы оспаривать мнение прокурора, поскольку эти нарушения настолько очевидны, что, чего уж тут, чего уж тут, ничего не поделаешь, вот, поэтому в больших прокуратурах, вот в городских, например, там несколько помощников, конечно, потому что масса предприятий, масса направлений, и, естественно, один помощник никак не справится, есть еще и зам, конечно, заместитель прокурора в больших прокуратурах, ну, он тоже самое, как проводит ту же работу, что и прокурор, только единственное, его преимущество перед помощниками, он как прокурор, то есть он как заместитель, он подписывает различного рода представления, протесты и так далее и тому подобное. Вот такова структура. Ну и, соответственно, как я уже говорила, что строго вертикальное подчинение, нижестоящие прокуроры, нижестоящие, безусловно, подчиняются, и там дальше до генерального прокурора, будем так говорить. Вот, поэтому коллектив небольшой, следователь поработала немножечко при мне, даже года не прошло, уволилась, поэтому я осталась одна денешенька, как помощная прокурора, и тут я во всех лицах, во всех, вы знаете ли. Вот граждан принимая СИД каждый день, это граждане идут и идут, жалобы всякие разрешают, которые описано поступают в суд, беги, поддерживая обвинения, есть категория дел, по которым обязательно участие прокурора, ну это по убийствам, то есть по тяжким поступлениям. Или беги, давая заключение по гражданским делам, есть обязательно тоже категория, например, восстановление на работе, если есть, обязательно участие прокурора. А кроме того, прокурор обязан еще проверить все решения и все приговоры, которые вынесены без его участия, это тоже, ой, какая работа. Это и надзор за милицией, не только, так сказать, каждые 10 дней там проводятся проверки по всем заявлениям, поступившим в милицию. Это и материал об отказе в возбуждении уголовного дела, и о прекращении уголовного дела, и о приостановлении. Это и прокурор рассматривает дела, поступившие уже с обвинительным заключением, направлять его или направлять в суд, и так далее и тому подобное. То есть поле деятельности просто огромадное. Это еще и плановые проверки на предприятиях различного рода, и торговых, и таких, и заводов, и фабрики, и соблюдение закона о всеобщем, так сказать, среднем образовании. Вот одна такая проверка, вот так вот я тянул этот воз, будучи в одном лице и помощником, прокурором, и следователем тоже. Я расследую дела. Поэтому меня совершенно в тупик ставила, например, такая проверка, как соблюдение закона о всеобщем и среднем образовании. Но в те времена, извините, все были обучаемы, абсолютно. Никакой там не было беспризорности или еще бог знает чего. Ну что-то можно проверять. Нет, нужно идти проверять и непременно находить какие-то нарушения. Вот одна такая очередная проверка меня просто взбесила. Мне вот, все, хватит, не буду, все, ухожу, ухожу следователем. По крайней мере, вот уголовные дела, вот оно передо мной конкретика, вот как ты сможешь, расследуешь, и все. И больше никаких этих вот поля деятельности, избави божьей. Ну, перевели меня исследователем тоже. Но, тем не менее, паркур поручал мне все равно. Всякие, сам же не разорвется, да, особо ты не разрывался. Беги туда, беги сюда, это проводи, и пятое, и десятое, и так далее, и тому подобное. Особенно как-то на первых порах, конечно, закон же невозможно все знать абсолютно. Поэтому надо бы нарыться в этих многочисленных сборниках, и так далее, и тому подобное, искать соответствующий закон и прочие дела. А надо сказать, что вот Позняк Ф.С.Славович, который приехал из Крайнего Севера прокурором, ничего, он там же след сидел, делать-то чего было, литература вся шла. Поэтому он закон знал от и до. Память у него была вообще великолепная. Он знал все. Вот как не знал, но практически все. Ну, по крайней мере, где и что искать, и по какому поводу, безусловно. Вот как-то забегаю к нему, Игорь Ф.С.Славович, помогите, пожалуйста. Вот такая вот жалоба какая-то, или гражданитель на прием пришел. Не могу сообразить, скажите, где, как поступить в данном случае. Вон в скафе, набитая литературой, бери и смотри. Ну, хотя бы скажите, где. Бери, изучай и смотри. Когда мне изучать? Я до 12 ночи каждый день работаю без выходных, и по выходным не дышать. Ничего не знаю. Бери, изучай. Но в остальном отношения такие добрые, можно сказать, по-приятельски, без всяких этих, каких-то близостей. Но, тем не менее, требования есть требования. Требовала по работе как положено. В общем, очень такие хорошие отношения. Секретарша у нас была, Александр Годенко, когда говорили на вновь, чудеснейший человек. Просто чудеснейший. И вот еще один факт. Пришлось мне выехать на станцию Чернореченского ночи убийства. А кто ездит? Только я одна дежуриваю. Так, кстати, повсеместно больше некого. Поэтому, значит, выехала я на станцию эту самую Чернореченскую. Поработала по убийству. Пока там осмотрили, какой-то экспертизу направили. Тут изъятие вездоке и так далее. Но больше, так сказать, задерживаться мне никак. Надо возвращаться уже утро на базу. Поэтому свидетелей там, потерпевших, пригласила. Да, они приехали своим ходом утром уже в прокуратуру. Районный центр с тем, чтобы я их допросила и провела другие следственные действия. А тут, прибегая на работу, а тут в суд надо идти, обвинения поддерживать. Я бегу, естественно, к прокурору Ключевой. Ой, Федор Саниславич, смотрите, пожалуйста, подержите обвинения по делу уголовному. И сюда звонят. У меня народ, извините, с Чернореченской приехал. Куча народу по убийству всю ночь проездила. Он так на меня посмотрел и говорит, рабочее время свое планировать надо. И я, как, как планировать-то? Я же планировал убийство, что ли? Это не могу, люди вон ждут. Не могу же я держать он целый день, чтобы они сидели здесь. А я бы там в суд... Вы же все равно у вас ничего такого нет срочности, чтобы не побежать. Ничего не знаю. Рабочее время планировать надо. Ну, а, в общем-то, говорю, ситуация такая рабочая и толковая. Прокурор, говорю, громотнющий. Блин, вот захлёстывал буквально, знаете ли, вот, то звонки эти постоянно звонят, то руководители предприятия, то стребования там, уже стоящая прокуратура. Дошло до того, как-то захожу к прокурору по какому-то вопросу. Он так сидит, ну, стул, а здесь, значит, слева у него приставка, ну, тумбочка телефона там. И вот, значит, я только захожу, а он как раз только положил с кем-то, переговорил, и уже несколько раз, беспроверно, значит, звонки идут, положил трубку и опять звонок. И он до того уже зарыгался двери звонками, он там голову повернул, говорит, слушаю, поснял, какого-то, не снял трубку с аппарата, я там хохотала до упада. Он уже и сам, говорит, о, вот до чего дошел, а совсем уже с ума схожу. Ну, вот так, наверное. Поэтому, когда, ну, последний, я, наверное, по нескольким эпизодам, вот последний, когда Поздняк совершил замечательную глупость, несмотря на весь свой ум. Ну, как-то, ну, с транспортом было очень плохо, старенький машинёшка там УАЗик, прям на ладан дышит. И поехал прокурор Лачинск, ну, это межрегиональная там прокуратура, там обычно семинары собирали, совещания какие-то, такие кустовые и так далее. И вот поехал, значит, он в Лачинск или куда-то в район, и на обочине, километра в двух-трёх, наверное, от района центра, на обочине увидели УАЗик. Поехали туда, УАЗик стоит. Поехали обратно, УАЗик стоит. Дня через два, значит, опять поехали по этой дороге, УАЗик стоит, возвращается, стоит. Решили подъехать, подъехали, посмотрели. На ходу вроде УАЗик целый, интересно. И вот достало у него ума, пригнали этот УАЗик в районный центр, поставили его в гараж наш, даже ТЭН сняли, потому что на нашей машине ТЭН совсем прохуделся, брезентовый. Вот, тихо, мирно. Ну, я когда об этом узнала, я говорю, Алексей, значит, вы что делаете-то? Вы хотя бы проверьте, откуда по номерам-то. Номерам-то есть, откуда машина, как она и куда. Ерунда всё это. Это находка. Я говорю, что с ума сошли, что ли, находка? Какая находка? Как можно машину найти? Бросил, что ли, тут ее совершенно нормально, при той-то бедности транспортной в те времена. Ничего не знаю, находка и всё. Я говорю, ну, смотрите, просто говорю, это невероятно. Я уж там, как его не убеждал, а нет, и всё. И вот пронюхал об этой находке, так называемой, начальник милиции. Надо сказать, что начальник милиции в те времена, ну, очень такой дипломат прямо, хитрющий, прихитрющий. И он сожрал, вот не поленюсь, вот не побоюсь этого слова сказать, он сожрал до этого штук петли на прокурорах. Ну, находились какие-то нюансы те или иные, не то, что там преступление совершали или бог знает чего, но находились всякие причины, и всё. И убирали прокурора. Следующего назначали, он опять ему не нравился. А кто понравился? Конечно, не такой, опять и опять. Ну, поздняк не давал повода, где-то прошло уже лет пять, как работали, и здесь вот, на этом мазике-то он и прокололся. Пронюхал об этом начальник милиции, а он свой рабочий день начинал с райкома партии. Ну, партия нашего в Львове, в те времена это всё было. Он вначале заходил в райком, раздевался и расхаживал, значит, там по всем кабинетам, по инструкторам, по зекторям и так далее и подобное. Поэтому, естественно, пользовался этим известностью и всем по душе, как бы первые сети там не менялись. А потом только шёл в милицию и проводил танцы. Ну, вот он, естественно, он об этом капнул высшестоящему прокурору, быстренько проверочка. Ну, естественно, какая находка к удачу. Ну, как поздняк не писал жалобы генеральному прокурору, что-то, мол, и не хотел, и умысла никакого не имел, ни корыстного, ни такого, ни сякого, на трёх спечатных листах, наверное. Ну, вот это существенная описочка. Три слова. Ваше заявление рассмотрено, удовлетворение не подлежит. Уволили, возникает очередной прокурор. Зато, а зато пришла следующий прокурор, об этом я скажу в следующий раз. Она съела начальника милиции, да, вот такая мальсипусенькая, женщина, молодая, 30 лет ей всего, исследователь был шут. Ну, как с собачом, как в терьере хочу, потом понеслась, как она начала отоптать от милиции, ай-яй-яй, короче, пока, до свидания.